Газопровод Баваненкова Ухта-2 Здесь производят трубопроводную арматуру, несколько классов трубопроводной арматуры, в основном рассчитанной на тяжелые условия эксплуатации, на работу в среде высоких температур, больших давлений в условиях севера. Это не та арматура, которая конкурирует с китайской дешевой продукцией, дорогая арматура. Мы очень много работаем не с прямыми поставщиками, а с поставщиками-производителями оборудования, как мы туда входим как часть вот этой поставки. Допустим, строится компрессор, им нужны какие-то взлы перекачки. Мы ставим туда свою часть арматуры в большой проект. На рынке трубопроводной арматуры немало свободных ниш, поэтому российские производители активно занимаются импортозамещением. На Чебоксарском заводе сейчас испытывают современные модели электроприводов. Инновации оценила глава республики Михаил Игнатьев. Вот это вот уникальные разработки, которые сделала СКБ, но не выпустила. Их никто в России не делает. Вот этот вот привод за одну секунду способен перекрыть поток. Как только случается аварийная ситуация, когда нужно перекрыть, он за одну секунду за счет силы пружин перекрывает. Вот эта вот вещь, это еще более уникальная. Она может развивать усилие, это электропривод, может развивать усилие до 100 тысяч ньютон, то есть 100 тонн. 100 тонн на привод. Ставится практически исключительно на атомной станции, поэтому красным светом покрашен. И вот здесь вот уникальная для приводов шариковинтовая передача, вот как на станках. География поставок, десятки регионов страны, партнеры Чебоксарского завода, крупнейшие нефтяные, газовые и строительные корпорации. Эта компания выросла из малого бизнеса. Сегодня в группе компаний трудится уже порядка 200 человек, то есть выходит на уровень среднего бизнеса. По объему производства в ближайшие годы это порядка миллиарда рублей компания выходит, сегодня уже порядка 500 миллионов рублей. То есть достаточно серьезный будущий. В региональном Минеке считают, что спрос на арматуру для газовых и нефтяных комплексов будет повышаться и дальше. Новые цеха на предприятии Бирс возвели в индустриальном парке как раз для того, чтобы нарастить мощности. Мы несколько лет назад буквально здесь закладывали капсулу под развитие данного индустриального парка. Вывели земельный участок, провели коммуникации. И те предприимчивые молодые люди, предприниматели будут открывать здесь несколько производств. Государство ставит задачу, прежде всего президент Российской Федерации перед нами, для того, чтобы создать благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства. И вот это яркий пример. На ровном месте молодые предприимчивые люди, имеющие свои интеллектуальные качества, создают новый продукт труда. Ну и в перспективе я рассчитываю на вас, Вадим Леонидович. Вы своей командой будете экспортировать данную продукцию за пределы России. Валютный коридор, полагаем, будет хороший. И высокопроизводительный труд позволит на самом деле молодым людям, даст возможность зарабатывать достойный уровень зародной платы. В индустриальном парке предоставили готовую площадку. Здесь уже есть все необходимые коммуникации. Строительство корпуса и монтаж технологического комплекса продолжался больше года. С его вводом предприятие планирует увеличить количество рабочих мест и вывести на рынок новые модели арматуры. Мы не зря уходим в высокомаржинальную, в такую высоконаучную область, потому что мы активно сотрудничаем и с политехом, с московским. Пытаемся сотрудничать с университетом, вот как раз в рамках создания новых материалов или новых конструкций. Руководитель завода отмечает, что количество заказов увеличивается. В ближайшее время предприятие перейдет на двухсменный режим работы. Здесь откроется и цех стального литья, что позволит уменьшить себестоимость конечного продукта. Мы акцент сделали на том, чтобы здесь все-таки не было никаких ни складов, ни компаний, которые занимаются высокотехнологичными проектами. Проектами в сфере импортозамещения, проект, который создает рабочие места, ну и, безусловно, высокодобавленная стоимость конечного продукта. Не просто так земельный час был предоставлен, а был предоставлен при конкуренции другими участниками. Сегодня производство работает в одну смену, но я думаю, что в следующем году мы видим, как объем заказов наращивается вместе с расширением номенклатурной линейки. Я думаю, что в следующем году мы запустим вторую смену. И как только заработает литейка, это еще, ну, там появится 10-12, наверное, рабочих мест. И с вводом в действие литейного производства по остальному литью еще около 10-12 рабочих мест. То есть сумма на человек 20-25. В перспективе в индустриальном парке откроется еще 8 заводов. На очереди предприятия по выпуску электронных соединителей. В начале следующего года здесь начнут производить и трансформаторы. Здесь достаточно объема запаса и по электроэнергии, по водосбросу, водоснабжению. Поэтому компаниям только развиваться. Сегодня мы откроем первый производство. Буквально, я думаю, что в декабре, в январе откроем компанию «Каскад». Это вот напротив как раз в первом квартале, я думаю, будет открытие завода «Энергомаш». Следующий центр «Плазменный Рецкий» и так далее, и так далее. То есть здесь должно быть 9 предприятий, 9 заводов. Это порядка тысячи рабочих мест будет создано вот на этой территории. Но и этим дело не ограничится. Уже проектируется вторая очередь индустриального парка для 16 резидентов. Предварительные расчеты уже проведены. Объем инвестиций превысит полтора миллиарда рублей. Продолжение следует...